Из анализа сводки происшествий за неделю зафиксировано 64 преступления, из которых в 39 случаях лица их совершившие установлены, рассказала старший инспектор штаба отдела внутренних дел Елена Карманова. 32 обращения по фактам нанесения побоев было зафиксировано в дежурной части отдела внутренних дел, по горячим следам раскрыто 25. Во многих случаях побои нанесены в состоянии алкогольного опьянения. Получена явка с повинной от мужчины 1976 года рождения, который сознался в совершении кражи. В ходе проверки установлено, что 13 сентября он со своими друзьями распивал спиртные напитки у знакомого по улице Максима Горького. По мере опьянения вспомнился старый пул. И как результат гостеприименному гостю, гостеприименному хозяину, нанесены телесные повреждения по голове, похищены одежда и документы. Все личности данного конфликта установлены, проводится проверка. По-прежнему продолжает поступать заявление о повреждении имущества. За прошедшую неделю их зафиксировано 6, уточняет Елена Александровна. В четырех случаях из шести преступники разбивали стекла в легковых автомобилях. В одном из случаев, в ночь на 16 сентября, неустановленные лица по адресу улицы Карла Маркса, дом 9, повредили банкомат. Причиненный ущерб составил 300 тысяч рублей. Вечером 15 сентября в микрорайоне Зеленый Бор-2 неизвестные повредили автомашину ВАЗ-21102. 13 сентября в дежурную часть отдела внутренних дел поступило заявление о краже газового имущества. На перекрестке улиц Макаренко-Ощепково в южной части города похищено имущество, принадлежащее уральской газовой компании, на сумму 199 тысяч рублей. На месте происшествия следственная оперативная группа установила, что из земли выкопаны рельсы, которые снимают статистическое напряжение именно с газовых труб. Благодаря свидетельским показаниям, сразу по горячим следам была установлена автомашина, на которой увезли похищенные. И в дальнейшем это способствовало установлению лиц, причастных к совершению данной кражи. 17 сентября отделением по борьбе с экономическими преступлениями по Полевскому городскому округу в рамках профилактических мероприятий по борьбе с фальшивым манечеством проведена операция «Купюра». С целью проверки действий работников торговых объектов. В вечернее время наш сотрудник, под видом обычного покупателя, приобрел продукты питания в магазине, расплатившись поддельной тысячерублевой купюрой. Купюра выбрана специально такая, именно потому, что это наиболее частая подделаемая купюра. Кассир торгового объекта смогла выявить фальшивую купюру. Довольно-таки грамотно она сразу же нажала тревожную кнопку, вызвала сотрудников охраны, которые, в свою очередь, проинформировали дежурную часть ОВД о происшедшем событии. Дежурный грамотно поставил задачу на рядом, близко находящийся к торговому объекту. В течение нескольких минут на торговый объект прибыла группа сотрудников патрульно-постовой службы милиции, блокировала место, зафиксировали всех участников, после чего была на место вызвана следственная оперативная группа. Основная задача отделения по борьбе с экономическими преступлениями – выявление и пресечение коррупции, напоминает Олег Владимирович. В связи с этим просят полевчан сообщать о фактах коррупции и мошенничества в отделении по борьбе с экономическими преступлениями по телефону 02-597-52-597-53. Екатерина Медведева, Алексей Ионов, Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok